Всем доброго времени суток! Сегодня наш обзор про ЗМА или ЦИНК. Те, кто хочет добиться хороших результатов, увеличить силу и нарастить мышечную массу, кроме регулярных интенсивных тренировок и хорошо сбалансированного питания, не должен забывать также о таком важном факте, как стимуляция собственных анаболических гормонов. Низкий уровень тестостерона, как основного посредника в процессе наращивания мышечной массы, очень часто является причиной незначительного роста мышц. Несмотря на все ваши усилия в тренажерном зале, а если к этому прибавить еще и повышенный уровень кортизола, что возникает при слишком интенсивной тренировке или в состоянии переутомления, который еще и является главным катаболическим гормоном, то о каком-либо прогрессе можно только мечтать. Что означает аббревиатура ЗМА? ЗМА представляет собой начальные буквы английского названия ЦИНК-МОНОМЕТИОНИН-АСПАРТАТ. Какую роль играет ЗМА в организме человека? ЗМА увеличивает выработку тестостерона, а также фактора роста и ФР1, фактор, подобный инсулину. Как это достигается? Это достигается путем сочетания двух минералов, цинка и магния, которые дополнены витамином В6. Но это еще не все. ЦИНК в этом соединении связан с незаменимой аминокислотой, метианином, а магний здесь связан с заменимой аминокислотой, аспарагиновой кислотой. Научными исследованиями было доказано, что цинк и магний анаболически действуют только в такой связке и в данной комбинации. То есть, потребляемые отдельно для наращивания мышечной массы, эти минералы будут неэффективны. Отдельные компоненты ЗМА. Уровень цинка и магния очень часто бывает пониженным во время интенсивных тренировок. Суточная необходимость магния – несколько сотен миллиграммов в день. Речь идет о микроэлементе. И хотя суточная потребность в цинке намного ниже, около 50 миллиграмм, оба эти минерала входят в большое количество биохимических реакций. И цинк, в частности, является абсолютно незаменимым для образования белков. Для повышения всасываемости этих минералов в состав продукта входит витамин В6, пиродоксин, который регулирует белковый обмен. Эффективность ЗМА доказана авторитетными, точными научными исследователями. Исследования проводились в США с профессиональными культуристами и игроками американского футбола. После 8 недель интенсивных тренировок и употребления ЗМА было обнаружено существенное различие в уровне тестостерона. У тех, кто принимал ЗМА, наблюдалось повышенный уровень тестостерона более чем на 30%. В то время, как у другой группы, он сократился примерно на 10%. Что касается мышечной массы, то у первой группы при тестировании квадрицепсов наблюдалось увеличение мышечной массы более чем на 11%. В то время у второй группы нарост мышечной массы не составил даже 5%. Как видно из результатов исследования, говорят сами за себя. Продукт ЗМА лучше всего использовать перед сном. Удачным вариантом будет комбинация ЗМА вместе с медленными протеинами. Как и большинство продуктов, ЗМА применяют циклами. Рекомендуется после 6 недель применения сделать хотя бы 3 недели перерыва. Новый продукт ЗМА – это уникальная нестероидная комбинация двух минералов магния и цинка в сочетании с витамином В6, обеспечивающая наилучшую биологическую усвояемость. Если вы хотите повысить свой уровень тестостерона, обеспечить оптимальную регенерацию, увеличить мышечную массу и силу, то ЗМА является отличным выбором. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дальше будет много интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дальше будет много интересного.